Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. Причем и обзоры на машины тоже. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Как вы знаете, наша компания занимается продажей автомобилей с пробегом в городе Новосибирске. Есть в нашем ассортименте как автомобили с левым рулем, так и праворульные, которые имеют пробег только по Японии. Работаем мы с автомобилями в наличии, но если вы вдруг не подобрали себе подходящий вариант и хотите заказать автомобиль непосредственно с аукционов Японии, вам в помощь наши друзья и партнеры. Компания Япония Трейд из города Владивостока. Ссылка на их канал будет в описании. Переходите по ссылке, там тоже будет много интересного. Ну а если вы уже определились с моделью и дело только за заказом, контактная информация Японии Трейд также в описании. Герой нашего сегодняшнего обзора из серии «Про что нужно знать, выбирая подержанный автомобиль», будучи новым, пользовался ошеломительной популярностью. По сути своей, эта машина была первой локализованной к сборке в России иномаркой, которая стала по-настоящему доступной широкому потребителю. По прошествии многих лет с окончания выпуска этой модели, она все еще очень широко представлена на вторичном рынке. И очень многие люди, которые выбирают себе подержанный автомобиль в ценовом диапазоне, скажем, от 450 до 600 тысяч рублей, и, скорее всего, обратят внимание на эту модель. Встречайте, Ford Focus второе поколение. Ford Focus 2 второго поколения появился в 2004 году. Этот автомобиль продолжал выпускаться до 2011. При этом в 2008 машина прошла через очень-очень основательный рестайлинг. И рестайлинговые машины, как в нашем случае, многие поначалу принимали за новую модель. Хотя это не так. По части агрегатов каких-либо особых изменений рестайлинг в этот автомобиль не привнес. Если оставить за рамками версии Ford Focus ST с 2,5-литровым турбомотором от Volvo, которых на вторичном рынке на самом деле очень и очень мало, и вряд ли вы будете серьезно рассматривать такую версию при покупке машины в ограниченный бюджет, то ваш выбор сведется к следующим агрегатам. Бензиновые двигатели 1,4 литра на 80 лошадиных сил. Два варианта бензинового мотора объемом 1,6 литра на 100 и 115 лошадиных сил. Двигатель 1,8 на 125 лошадей и 2-литровый агрегат на 145 лошадиных сил. Был здесь также и один дизельный двигатель на 115 лошадок с объемом 1,8 литра, но при этом с прорвой по меркам Ford Focus, конечно, крутящего момента. Аж 280 ньютон на метр. При этом двигатели с объемом 1,6 и 2 литра могли опционально сочетаться и с автоматической коробкой передач. Ну а привод у Focus этого поколения был только на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр, как вы видите, рестайлинговый. 2011 год, последний год выпуска этой модели. Под капотом 100-сильный мотор 1,6 и механическая КПП. По традиции в начале обзора скажем пару слов про кузов автомобиля, про качество и толщину лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот плохо он способен сопротивляться коррозии. Что касается толщины лакокраски, то Ford Focus окрашен несколько толще, чем большинство привычных нам японских автомобилей. Показания толщиномера при осмотре подобной машины в большинстве своем будут лежать в диапазоне от 100 до 150 микрон. Что касается качества лакокрасочного покрытия, то по части обрастания сколами и царапинами ситуация у второго Focus не лучше и не хуже, чем у большинства одноклассников. Большая часть трассовых машин будет иметь сколы и по кромке капота, и вполне возможно по передней кромке крыши. Ну а автомобили, которые собственник часто использовал для выезда на природу, вполне могут иметь и следы от веток по бортам. Так что ничего сверхъестественного по этой части здесь нет. Ну а вот по части стойкости к коррозии у второго Focus, особенно это касается возрастных экземпляров первых лет выпуска, может быть как все достаточно благополучно, если эта машина эксплуатировалась в регионе с полным отсутствием реагентов и при этом содержалась хозяином в чистоте в соответствующих условиях. Либо все может быть очень и очень плохо. Причем не только по части, например, задних арок или порогов, но даже по части коррозии днища. Особенно это касается задней части автомобиля в районе задней подвески. Поэтому при осмотре Ford Focus второго поколения в обязательном порядке осматривайте автомобиль на подъемнике, на предмет целостности порогов и того самого дна. Если упоминать прочие кузовные неприятности, характерные именно для второго Focus, то обязательно проверяйте на понравившемся экземпляре корректность работы стеклоочистителя. Проблемы здесь бывают по части самого механизма трапеции. Если дворники на автомобиле, который вы смотрите, работают подозрительно медленно, либо есть такое ощущение, что работать им туговато, готовьтесь к замене, либо обслуживанию этой самой трапеции. Ну и последние два момента, про которые просто стоит быть в курсе. Первое это замок капота, который имеет свойство время от времени выходить из строя, не будучи должным образом обслужен и содержан в чистоте. Капот здесь открывается при помощи ключа двумя поворотами его. В одну и другую сторону первым вы открываете сам замок, а второй заменяет нажатие язычка блокиратора от случайного открытия на прочих автомобилях. И еще один момент. На втором фокусе компания Ford также применила заливную головину без пробки, то есть доступ в бак по большому счету здесь блокирует клапан, который вы спокойно прижимаете заправочным пистолетом на заправочной станции. Но если на этом автомобиле вы оказались в ситуации, когда вы встали на трассе без бензина и вам нужно заправить его с канистры, либо с какой-либо другой емкости, а в багажнике отсутствует предусмотренная, кстати, с завода воронка, то с заправкой подобного автомобиля могут возникнуть некоторые сложности, поскольку не каждая купленная в магазине автозапчастей воронка подойдет сюда по диаметру. Так что заранее озаботьтесь этим вопросом, если штатные вы в комплекте не обнаружите. Что касается салонного электрооборудования, да и салона в целом, то по второму фокусу можно отметить следующие моменты. Если вы смотрите автомобиль с пробегом около 150 или более того, будьте готовы к тому, что в один прекрасный момент вам может понадобиться обслужить генератор. Проблемы с генератором, как правило, по причине износа щеточного узла на этом автомобиле случаются как раз таки в районе 150-170 тысяч километров пробега. Так что не лишне будет уточнить, у предыдущего владельца делал ли он что-либо по этой части. Второй момент, который встречался на вторых фокусах, это некорректная работа приборной панели. Поэтому при осмотре автомобиля обязательно убедитесь, что все имеющиеся на приборке лампы, индикаторы, стрелочные указатели, все это работает и работает корректно. В противном случае, после покупки такого автомобиля, вы скорее всего повезете приборку к электрику на устранение проблем. Ну и третий момент, который обязательно стоит проверить, если фокус, который вы смотрите, оснащен подогревом сидений, обязательно убедитесь в том, что подогрев рабочий. Случаи выхода из строя нагревательного элемента внутри сидения на вторых фокусах встречались. Помните о том, что большинство подобных автомобилей уже сменили не по одному, не по два и даже не по три владельца. И пробеги на них фактически уже давно перешли за 200 тысяч километров пробега. Кто и что делал с электрооборудованием подобного автомобиля, остается только догадываться. Поэтому при осмотре подержанного экземпляра проверяйте на исправность решительно все. И особенно это касается проверки работоспособности вентилятора-отопителя на всех его скоростях работы. Ну а теперь поговорим про двигатели, которые можно обнаружить в подкапотном пространстве второго фокуса. Младший в линейке агрегат объемом 1,4 литра носит индекс АСДА. Это алюминиевая рядная четверка с головкой блока цилиндров на два распредвала и 16 клапанов. Этот мотор выдает всего 80 лошадиных сил и 124 ньютон на метр крутящего момента. Показатели на самом деле весьма скромные. Но вот по части ресурса этот мотор достаточно неплох. Из особенностей конструкции ремень ГРМ, регламент замены которого это около 80 тысяч километров. И кстати при обрыве ремня клапана здесь загибает отсутствие фазовращателей, что опять же плюс к простоте конструкции, обычный распределенный впрыск топлива и отсутствие гидрокомпенсаторов, что обуславливает необходимость время от времени заниматься регулировкой клапанов зазоров. Основная проблема двигателя 1,4 это его малая мощность, что вынуждает владельцев подобных автомобилей раскручивать этот двигатель до больших оборотов. Вернее больших, лучше сказать, по сравнению с моторами более объемными. Что соответственно так или иначе сказывается на ресурсе силовой установки. Вообще двигатель 1,4 при должном уходе будет способен отбегать за 250 тысяч километров пробега. Если вы покупаете подобную машину, желательно прокатиться на ней предварительно и определить для себя, не будет ли после покупки подобный автомобиль раздражать вас излишней медлительностью. Однако по большому счету в процессе эксплуатации, кроме вполне возможно необходимости менять свечи или, к примеру, отказов катушки зажигания, данный двигатель каких-либо явных глобальных проблем вам не подбросит, при условии, что ремень ГРМ на нем будет в хорошем состоянии. Следующий по объему двигатель объемом 1,6 литра мог стоять на Форде в одной из своих многочисленных версий, которые имеют разные буквенные индексы. Соответственно, в случае, если вы столкнулись с необходимостью замены двигателя 1,6 на контрактный, не лишний будет уточнить, какая именно модификация попала под капот вашего Форда. Конструктивно мотор 1,6 на 100 лошадиных сил и 150 ньютон-метров крутящего момента это также алюминиевая рядная четверка с двумя верхними распредвалами в головке блок цилиндров с 16 клапанами и без гидрокомпенсаторов. Так что зазоры здесь, опять же, регулировать нужно по симптоматике, поскольку явного и жесткого регламента регулировки, как, например, на Хонде, производитель в данном случае не выдвигает. Обычно распределенный впрыск топлива, ременный привод ГРМ, правда, сам ресурс оригинального ремня ГРМ на моторах 1,6 будет побольше, порядка 120 тысяч километров пробега, но мы бы рекомендовали все же этот интервал подсократить хотя бы до 100. Из особенностей двигателя 1,6 в версии 100 лошадиных сил можно отметить отсутствие муфт фазовращателей и, как следствие, отсутствие проблем с ними. Кстати, этот мотор вы можете обнаружить также под капотом Volvo S40, но там у него был свой буквенный индекс B4164S3. И что касается ресурса этой силовой установки, он весьма немаленький. Данные агрегаты спокойно выхаживают более 350-400 тысяч километров пробега. Что касается расхода масла на угар, исправный двигатель 1,6 к нему по большому счету не склонен. И, как правило, от замены до замены долива по щупу данные моторы не требуют. Расход в норме может составлять порядка 500-700 грамм на 10 тысяч километров пробега. Любят эти двигатели и потеть, либо подтекать маслом по прокладке клапанных крышек. А также наподобие моторов 1,6 на дорестайлинговых Volkswagen Polo имеют свойство работать достаточно громко. С непривычки дизельное тарахтение данного двигателя можно принять даже за какую-то патологическую неисправность, которую нужно кидаться, исправлять. На самом деле это, по большому счету, особенность данных двигателей. И даже с дизельным призвуком эти моторы выхаживают те самые 350-400+. Поэтому, если вы смотрите подобный автомобиль, лучше все же пригласить себе в компанию человека, который более или менее специализируется именно на фордовских агрегатах. Чтобы именно он выдал свой вердикт касаемо того, то будет ли непривычный вашему уху звук работы мотора патологией, либо это будет норма в данном конкретном случае. Если по самому мотору 1,6 и 100 лошадиных сил все, в общем-то, понятно, то по части навесного оборудования можно выделить одну особенность. В случае, если будет необходим демонтаж ремня приводовспомогательных агрегатов, то большинство сервисменов, согласно регламентной процедуре, его просто срежут. Соответственно, в случае, если понадобилась какая-то работа с навесным оборудованием, то ремень навесного вам придется, скорее всего, заменить на новый. Учитывая эту конструктивную особенность, планируйте работы, например, по ремню ГРМ, исходя из необходимости замены и приводного ремня также. Кроме того, советуем обратить внимание на исправность клапана в крышке расширительного бачка. На данных автомобилях крышка расширительного бачка, по большому счету, расходный материал и большинство владельцев стабильно меняет ее раз в 2-3 года эксплуатации. Но из-за частотой радиаторов охлаждения, в данном случае, также не лишний следить, двигатели достаточно чувствительны к перегреву. Такой же по объему мотор 1.6, который встречался на рестайлинговых фокусах, но имел уже 115, а не 100 лошадиных сил и чуть более высокие показатели по крутящему моменту, имеет индекс SIDA и отличается от своего предшественника наличием сразу двух фазовращателей, то есть на впуске и на выпуске. По этим самым муфтам были нарекания на автомобилях первых лет выпуска. Однако впоследствии проблему компания Ford вроде как победила. Но если вы смотрите машину с мотором 1.6 на 115 лошадок, не лишний будет убедиться, что муфты фазовращателей при запуске не издают никаких посторонних звуков и после покупки подобного автомобиля вам не придется эти самые муфты менять. В остальном же каких-либо глобальных отличий или противопоказаний к покупке мотора на 115 лошадок нет. Если же динамики моторов 1.6, особенно в сочетании с автоматической коробкой, вам мало и вы хотите, чтобы ваш Focus 2 был порезвее, то ваш выбор, скорее всего, сведется к одному из старших агрегатов. По бензиновым двигателям это будет либо мотор объемом 1.8 на 125 лошадиных сил, который в данном случае носит индекс QQDB, хотя это маздовский плоть от плоти мотор серии L8, алюминиевая рядная четверка с 16-клапанной двухвальной головкой блока цилиндров и цепным приводом ГРМ. Кстати, цепь эта отличается достаточно неплохим ресурсом и редко беспокоит ранее 200-250 тысяч километров пробега. При этом данный двигатель все еще конструктивно прост. Здесь обычный распределенный впрыск топлива, а также отсутствуют фазовращатели. Гидрокомпенсаторов, кстати, по-прежнему нет, и регулировкой клапанных зазоров придется заниматься самостоятельно. Мотор этот сам по себе не проблемный, и по большому счету собственники таких автомобилей сталкиваются в основном либо с проблемой плавающих оборотов, которые решаются адаптацией либо чисткой дроссельной заслонки, ну, либо причина плавающих нестабильных оборотов холостого хода может быть еще и в свечах-катушках. Так что абы какие свечи эти моторы не любят. Постарайтесь при случае устанавливать сюда свечи нормального качества и лить качественный 95-й бензин. Ну, а второй момент, все с теми же, кстати, оборотами, может быть связан с попаданием масла в свечные колодцы, и в этом случае, скорее всего, дело окончится с заменой всей клапанной крышки. Однако в целом ресурс мотора 1.8 на 125 лошадок вполне способен при должном уходе перевалить за 350 тысяч километров. Пробега легко. Так что при осмотре автомобиля проверяйте надымность. Если мотор не дымит и уровень масла на автомобиле в порядке, двигатель не закоксованный, то, в принципе, противопоказаний к покупке фокуса с двигателем 1.8 по большому счету нет. Ну и последний, самый старший бензиновый двигатель в гражданской линейке носит индекс АОДА. Это рядная четверка, все с тем же алюминиевым блоком, два верхних распредвала, 16 клапанов, здесь нет гидрокомпенсаторов, привод ГРМ цепной, мотор этот выдает 145 лошадиных сил и 185 ньютон-метров крутящего момента. Данный двигатель агрегатировался как с механикой, так и с автоматической коробкой, и Ford Focus с этой силовой установкой будет, пожалуй, самым шустрым во всей линейке агрегатов, не считая дизеля. Все проблемы данного двигателя по большому счету повторяет предшествующий мотор 1.8. Здесь также нужно смотреть за целостностью прокладок той же самой клапанной крышки, которая имеет свойство подтекать. Достаточно часто на двушках можно встретить большим пробегом и подтекания сальника коленчатого вала, так называемого коренного, рассыхающиеся от времени трубки системы вентиляции и картерных газов, которые обеспечивают непредусмотренный подсос воздуха и, как следствие, влияют на стабильную работу мотора. Выход из строя заслонок впускного коллектора с изменяемой геометрией, которые также негативным образом сказываются на стабильности работы двигателя, ну и в завершении именно на двухлитровых моторах достаточно нередко на больших пробегах попадается закоксование маслосъемных колец и, как следствие, расход масла на угар. Поэтому, если вы смотрите такую машину с мотором 2.0, в обязательном порядке проверяйте машину на дымность, на предмет возможного расхода масла. Ну и что касается дизельного мотора, который практически не встречается на вторичном рынке в нашей стране, объемом 1,8 литра на 115 лошадок, но аж на 280 ньютон-метров крутящего момента, то про него можно сказать следующее. Фактически, это такая же рядная четверка, только с чугунным блоком цилиндров и с чугунной же головкой блока на 8 клапанов, без гидрокомпенсаторов, кстати сказать, и с комбинированным ременно-цепным приводом ГРМ. По большому счету, все проблемы данного дизельного мотора относятся не к поршневой группе, а к его топливной аппаратуре. Система Common Rail ТНВД на этих дизелях при очень благоприятном раскладе на солярке хорошего качества отработают около 200 или чуть более того тысяч километров пробега, после чего вполне возможно понадобится замена насоса. Но еще раньше этого срока могут попроситься на замену форсунки. Так что, если вы выбираете именно дизельный фокус, на всякий пожарный заранее процените стоимость ремонта топливной аппаратуры и отложите соответствующую сумму. Дабы в случае чего не бегать в поисках свободных средств на приведение подобного автомобиля в состояние движимости. В остальном вопросов по данному двигателю немного. Демпфер шкива коленвала и датчик положения распредвала. Вот два момента, на которые также стоит обратить внимание при покупке подобного автомобиля. Хотя в любом случае покупка дизеля без диагностики на профильном СТО, где занимаются именно ремонтом моторов на тяжелом топливе, крайне не рекомендован. Что касается коробок передач, на Ford Focus этой генерации могло ставиться аж три разновидности коробок. Две механических и один автомат. Механические коробки обе пятиступенчатые, но для старшего двухлитрового мотора полагалась коробка с индексом MTX75, которая ничем плохим не отметилась за всю историю выпуска модели. Разве что по этим трансмиссиям бывали вопросы по подтеканию сальников приводов, а также по уплотнению самого механизма переключения. Поэтому на эти моменты обращайте внимание при осмотре двухлитрового экземпляра на механике. Ну а коробка, предназначенная для двигателей младшего объема 1.4, 1.6, 1.8, это IB5. Данная трансмиссия имела с рождения достаточно слабый синхронизатор на второй передаче, поэтому при тест-драйве подобного автомобиля обратите внимание на то, чтобы все передачи в коробке у вас включались четко, без хруста и ни в коем случае не вылетали. Также при осмотре машины с механикой на тест-драйве обращайте внимание на отсутствие лишнего гула при езде, поскольку в данном случае речь может идти уже о необходимости переборки механики и замене соответствующих подшипников. Ресурс компонентов сцепления на данных автомобилях это что-то около 100 плюс тысяч километров пробега единственное, что может потребовать замены раньше этого срока это выжимной подшипник, который в данном случае выполнен в виде единого узла с рабочим цилиндром сцепления. Что касается автоматических коробок, на втором фокусе с двигателями 1.6 либо 2 литра агрегатировалась старинная гидромеханическая трансмиссия 4F27E это ее индекс. Данная коробка отличается достаточно хорошими ресурсными показателями и при должном уходе прослужит за 200 плюс тысяч километров пробега. При этом менять масло в данной трансмиссии необходимо раз в 70 тысяч километров пробега. Каких-либо явных конструктивных болячек у данного автомата по большому счету нет, поскольку коробка старинная и к моменту, когда она попала на фокус, все ее болезни уже давным-давно были изжиты. Однако на тест-драйве подобного автомобиля все же следует убедиться в том, что автомат работает плавно и отсутствуют толчки при переключении передач. Что касается, например, ресурса самих приводов, то в целом у второго фокуса с этим все достаточно неплохо. Единственное, что может подпортить общую картину, это подвесной подшипник длинного привода, который в случае его выхода из строя лучше менять на оригинальный, несмотря на достаточно высокую стоимость, поскольку ресурс дубликатных компонентов именно в его случае может оказаться разочарующе малым. Что касается подвески второго фокуса, то спереди здесь у нас используются стойки типа Макферсон, а вот сзади многорычажка, что встречается на автомобилях данного класса достаточно нечасто. Эта ходовка была в свое время заточена под управляемость и получала очень высокие оценки со стороны, например, автомобильных журналистов, да и от владельцев тоже. Форд Фокус очень хорошо стоит на дороге и весьма неплохо ведет себя в поворотах. Управляемость получилась азартная и при этом подвеска достаточно комфортна и сбалансирована при использовании на повседнев. Самый малоресурсный компонент это традиционно стойки стабилизатора, которые в данном случае выхаживают порядка 40-50 тысяч километров. Конечно, все зависит от того, в каком режиме и на каких дорогах вы машину эксплуатируете. Втулки стабилизатора прослужат где-то вдвое дольше. Что касается ресурса шаровых опор, которые в оригинале здесь склепаны с рычагом и отдельно не меняются, только в сборе. Это по задумке производителя. Их ресурс порядка 110-120 тысяч. Хотя в некоторых случаях они служат и больше. То же самое касается и сайлентблоков передних рычагов, которые официально не меняются отдельно, но на практике вы можете купить дубликатную запчасть и ее заменить. Хотя в целом, например, по сайлентблокам рычагов крайне редко что-то приходится делать до отметки в 150-160 тысяч километров пробега. Ресурс амортизаторов более 110-120 тысяч. Также порядка 80-90 тысяч километров способны отработать и рулевые тяги с наконечниками. Эти компоненты, соответственно, также предпочтительно, если бюджет позволяет менять на оригинальные, если нет, то ресурс дубликатов, скорее всего, будет пониже. Что касается рулевой рейки, которая здесь могла быть в двух ипостасях, то есть усилитель руля мог быть как гидравлический, так и электрогидравлический, в зависимости от того, с каким мотором и какого года выпуска у вас автомобиль. Вопросы по ней в основном были на дорестайлинговых авто до 2008 года. Но, соответственно, если вы покупаете автомобиль в 2022 году с поправкой на его возраст и пробег, уточните, делал ли что-либо предыдущий владелец с рулевой рейкой, и обратите внимание на то, чтобы рейка была сухая, пыльники были целые и не было люфтов, а также стуков при работе рулем. Задняя многорычажная подвеска фокуса по большому счету также не слишком хлипкая, но проблема здесь в том, что некоторые владельцы вполне могут пренебрегать заменой соответствующих компонентов вовремя, и как следствие вы имеете шанс на вторичке купить себе подобную машину, где вся задняя подвеска отправится на замену полным составом. А это будет стоить достаточно серьезных денег по нынешним меркам. Но, если говорить про относительно слабые вещи, это традиционно втулки стабилизатора на задней подвеске и сайлинг-блоки продольных рычагов, которые здесь выходят из строя чаще прочих. Задняя подвеска второго фокуса многорычажная, именно она обеспечивает автомобилю отточенную управляемость, однако только до тех пор, пока находится в исправном состоянии. Проблема в том, что компонентов здесь достаточно много, сайлинг-блоков тоже. И на автомобиле с большим пробегом единственный способ привести эту заднюю многорычажку в исправленное состояние, это поставить сюда все рычаги комплектом, что может стоить достаточно недешево. Поэтому при осмотре подобного автомобиля БУ особое внимание на состояние задней подвески и на отсутствие необходимости каких-либо замен здесь. Хотя, пожалуй, малым ресурсом из всей задней подвески могут отличиться только сайлинг-блоки продольных рычагов, которые так или иначе вызывали вопросы у части владельцев фокусов. Также нужно помнить о том, что на втором фокусе имеют свойство со временем при отсутствии регулярного ухода закисать суппорта задних тормозов. И в случае, если подобное случилось с автомобилем, который вы рассматриваете для покупки, скорее всего, вам придется покупать ремкомплект и суппорта перебирать. На тест-драйве автомобиля также обратите внимание на отсутствие шума со стороны ступичных подшипников. Несмотря на то, что особой хлипкостью по легковым меркам ступичные на втором Ford Focus не отличаются, тем не менее, их замена, особенно если речь идет про оригинал, может быть достаточно небюджетна в силу того, что ступичные и спереди, и сзади здесь меняются только в сборе. Итак, общие выводы по автомобилю, как по модели. Искать для себя Ford Focus 2 в принципе, однозначно стоит, тем более, если вы рассматриваете автомобиль только в сочетании левый руль-автомат, например, а в этой категории, в этой ценовой категории, достаточно небольшое количество автомобилей, которые могут с Ford'ом конкурировать, в том числе и по части управляемости и ездового комфорта. Моторы здесь в принципе достаточно надежны. То же самое касается и автоматических, механических, естественно, тоже коробок передач. Подвеска, при условии, что она будет находиться в исправном состоянии, вы будете ее в таковом поддерживать, также по большому счету не будет тянуть с вас огромных денег. Но стоит предостеречь от покупки подобного автомобиля по самому низу рынка, поскольку, если вы приобретаете подобную машину и, помимо возможных вопросов по кузову, вам придется заниматься полной реставрацией ее подвески и тем более, например, ремонтом двигателя, то такая покупка экономически будет, конечно, нецелесообразна. Рекомендуем, естественно, обращать внимание на рестайлинговые автомобили, как на версии, где большинство детских болячек модели каких-то сырых мест было вылечено. Ну и постарайтесь выбрать себе машину с самым живым кузовом. А если вы берете автомобиль не на год, на два, а, скажем, на пять-семь лет эксплуатации, то выбрав подобный экземпляр с живым кузовом, советуем дополнительно озаботиться и вопросами антикоррозийной защиты. На сегодня это все. Если обзор вам понравился, оказался полезен, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас был или есть второй фокус, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров и вам есть, в чем нас поправить, чем нас дополнить, также указывайте это в комментариях, ведь людям, выбирающим себе подобную модель, именно ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok